Детям-сиротам Кировской области за бюджетные деньги в 2019 году покупали в том числе некачественное жилье. Эти и другие факты выявили специалисты контрольно-счетной палаты области в ходе проверки. Сегодня мы поговорим об этом с председателем ведомства Юрием Николаевичем Лаптевым. Здравствуйте, Юрий Николаевич. Добрый день. Прежде всего, каковы основные нарушения были выявлены в ходе проверки? Я хотел бы уточнить, в прошлом году проводилась не проверка, а мониторинг. То есть это постоянное наблюдение за эффективным использованием выделенных денег. Решение о проведении мониторинга было принято по итогам проверки, которая проводилась в 2018 году. Именно тогда проверка установила многочисленные нарушения. Использование денег в 2019 году, к сожалению, сопровождалось повторением тех недостатков, которые были установлены прошедшей проверкой. И нарушений было достаточно много. Главное из них, правильно заметили, оно касалось приобретения некачественного жилья. Ну, например, на ремонт уже приобретенного только что жилья, по нашим очень скромным расчетам, необходимо потратить полтора миллиона рублей. Этих денег нет в бюджете муниципальных образований. Эти деньги не предусмотренными условиями соблюдения субсидий. Кроме того, мы снова столкнулись с фактами, когда приобретается жилье из легких конструкций, так называемых сэндвич-панелей. В Оричах вообще уникальный случай. В 2014 году были приобретены подобные квартиры в целом доме, который до сих пор не заселен. И задолженность детей, бывших детей-сирот, за оплату найма жилых помещений, оплату коммунальных услуг, она каждый год растет просто с геометрической прогрессией. В вашем отчете сказано, что 55 миллионов рублей сейчас должны, причем я так поняла, что большая часть это именно просроченные долги, то есть они уже накопились. Да, где-то 37-36 миллионов, это просроченная задолженность, которая сформировалась по истечению года, то есть больше года люди не платят. Ну вот мы с вами сказали о многих нарушениях, а все-таки сколько детей получили жилье и примерно на какую сумму? В этом году бюджет направил 327 миллионов на приобретение жилья для детей-сирот. Таким образом было построено 377 квартир. Есть еще одно обстоятельство. В прошлом году все квартиры приобретались на вторичном рынке, причем приобретались по максимально допустимой цене. Ни в одном муниципальном образовании жилье не строилось. И в этом, мне кажется, мы очень серьезно проигрываем по качеству того жилья, которое получаем. А вообще как вы считаете, в сравнении с другими городами, с другими регионами, как вообще у нас ситуация? Оценивая ситуацию в других регионах, скажу, что в Кировской области у нас обстановка более-менее благоприятная, потому что мы обеспечиваем жильем всех практически нуждающихся. Проблема в другом. Как это все используется? О том, что я вот сказал. Спасибо, Юрий Николаевич, что ответили на все наши вопросы. Это была программа интервью. Всего доброго. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»